Добрый день, дорогие друзья! Я очень рад приветствовать вас на нашей первой в таком представительном составе встречи. Мне приятно лично поздравить вас с блестящими успехами, которых вы добились в последнее время. Вы достойно защищали спортивную честь страны на крупнейших мировых состязаниях. И я от души благодарю вас за высокие результаты, за волю к победе и за личное мужество. Ваши достижения имеют особую значимость. Они показывают, какой огромный духовный и физический потенциал заложен в человеке, как велики его силы и возможности. Своим примером, своим отношением к жизни вы учите преодолевать трудности и никогда не сдаваться. Вы укрепляете веру в людей, причем, хочу сказать, веру в людей без всяких ограничений своих возможностей физических. Укрепляете веру всех людей в свои способности. Все ваши награды завоеваны в честной и упорной борьбе. За каждой из них ежедневные непростые тренировки, требующие полной самоотдачи. И, конечно, весомая заслуга принадлежит вашим тренерам, наставникам, всем, кто помогает вам покорять спортивные вершины. Кто щедро делится своим опытом и знаниями, создает именно для вас новые уникальные методики подготовки. Дорогие друзья, благодаря вашим достижениям Россия на равных конкурирует с ведущими спортивными державами на Параолимпийских и Сотрудоолимпийских играх, на многих других международных соревнованиях. Нужно признать, многие десятилетия совершенно неоправданно спорту среди людей с ограниченными возможностями не уделялось должного внимания. В том числе и должного информационного внимания. И отрадно, что сейчас ситуация постепенно меняется. В том числе, благодаря вашему энтузиазму, вашим победам, да что греха таить. Просто потому, что есть что показать, есть чему и за что гордиться. Существенно возросло и финансирование всероссийских и международных состязаний. С февраля этого года в три раза увеличено число президентских стипендий для членов сборных команд и их тренеров. В прошлом году в России была впервые организована телевизионная трансляция Параолимпийских игр, которые проходили в Афинах. Считаю, что освещение спортивных состязаний такого уровня должно войти, безусловно, в практику. Хочу подчеркнуть, мы намерены и дальше наращивать поддержку адаптационного спорта, привлекая сюда и федеральные, и региональные, и частные ресурсы. Приоритетным должно стать строительство специальных спортивных объектов. За последние пять лет количество таких сооружений удвоилось. Но потребностей в них, конечно же, гораздо больше. Кроме того, будем принимать меры, чтобы наши стадионы, бассейны, спортивные сооружения, залы были доступны для людей с ограниченными возможностями. Чтобы все эти объекты имели необходимую для вас и для ваших болельщиков инфраструктуру. В целом, очевидна необходимость системной и последовательной работы по развитию адаптационного спорта в России. Для многих людей, особенно молодых, это подчас вопрос жизненной перспективы. В этих случаях спорт способен изменить судьбу, судьбу многих людей и отношение к ним общества, дать ощущение полноты жизни, обогатить их внутренний мир. Дорогие друзья, впереди у вас новые старты. И я искренне желаю, чтобы они принесли вам успех. Удачи вам, оптимизма, медали самой высокой пробы. Спасибо большое за внимание.